МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты осмотрели 127 укушенных клещами. Эти насекомые могут быть переносчиками инфекции боррелиоза, анаплазмоза или лихорадки западованила. Врачи напоминают, пострадавшим не стоит тянуть с проверкой. Можно, в общем-то, дождаться хронической формы заболевания, которая останется на всю жизнь, и избавиться от нее будет очень тяжело, а вещь очень серьезная. Боррелиоз поражает очень многие системы органов и, в первую очередь, суставы. И потом диагностировать, что это боррелиоз, очень сложно, даже при наличии наших современных систем лабораторной диагностики. Медики настаивают за помощью, нужно обращаться сразу после укуса. Важно исследовать и насекомое. Такой анализ в курских клиниках и медицинских центрах стоит от 625 до 800 рублей. Срок высеивания вируса – сутки. Люди очень переживают, особенно когда клещ присасывается к телу ребенка. Переживают, начинают сразу же нам звонить. Только сдав клеща, хотят сразу услышать результат. По нескольку раз переспрашивают, что означает, если результат отрицательный. В прошлом году клещевыми инфекциями заразились 20 курян. Чтобы в этом году история не повторилась, профилактику начинают с самых маленьких. Детей учат готовиться к прогулкам по лесу. Говорили о безопасности, говорили, что в траву особенно не ступать, а по асфальтированным дорожкам, особенно там, где гуще ветвей, не заходить. Это детки сами знают. Всем, кто не собирается отказываться от посещения лесопарков даже в сезон активности клещей, специалисты Роспотребнадзора советуют перед такими прогулками обрабатывать одежду репеллентами. Ирина Бобровская, Сергей Дорохов, Телеканал 7.